Зеленский, которому тоже надо демонстрировать, что он не изолирован, что его по-прежнему любят, помогают и готовы его спонсировать, ему тоже необходима какая-то движуха, движение. Скорость, с которой они атакуют и высота, с которой они наносят удары, она полностью недоступна средствам ПВО Украины. Поэтому я думаю, что защищать уже свои объекты военной инфраструктуры Украина не в состоянии. Эти страны потеряли всякую надежду получить что-то от Украины. Там вложены деньги, а прибыли нет. И очевидно, что эти издержки придется списать вместе с Украиной. Любопытные новости приходят из Польши, где по указанию недавно избранного премьера Дональда Туска арестовали экс-главу МВД и его заместителя. И что интересно, арестовали прямо в президентском дворце. И это уже не первый раз, когда в Польше взгляды президента и премьера на те или иные вопросы расходятся. А как вы считаете, к чему может привести вот это расхождение во взглядах? Ну, я думаю, что учитывая примерное равенство симпатии среди избирателей к одному и другому блоку, мы можем даже говорить о серьезных столкновениях на грани гражданской войны. Все дело в том, что если отследить все действия пришедшего к власти Туска, он начал с приватизации, можно так сказать, средств массовой информации, которые раньше находились в руках государства, которые немало ему попортили крови во время предвыборной кампании, то я думаю, он будет постепенно изымать из-под контроля право и справедливость силовые рычаги. И мы видим, что уже люди, пользующиеся авторитетом определенным в кругу силовиков, постепенно-постепенно изымаются из реальной политики и переводятся в область заключенных. Поэтому я думаю, этот курс продолжится и дальше. Но право и справедливость смотреть на это равнодушно не будет. И использовать те рычаги, которые в рядах еще остались, собравшихся вокруг президента Дуды, будет очень жесткое сопротивление. Что еще интересно, так это то, что Дуда в момент ареста вот этих двух человек во дворце отсутствовал. И, насколько я понимаю, он в это время встречался с главным лицом нашей так называемой оппозиции, назовем это так. И вместо того, чтобы следить, что происходит у него прямо в резиденции, он почему-то снова интересовался белорусской политикой, которая по логике вещей его интересовать не должна, скажем так. А не пересмотрит ли Дуда свое отношение к этому вопросу? И можем ли мы говорить о том, что к ним возвращается бумеранг, который они запустили в нашу сторону несколько лет назад? Ну, сейчас у Дуды очень сложная ситуация. Все-таки можно сказать, что скоро-скоро, может, уже стартовала кампания по выбору президента Польши. И учитывая столь маленький перевес, который оппозиционные партии имеют перед правом справедливости, чаша весов может колебнуться в любую сторону. И поэтому, как мне представляется, Дуде необходимы успехи. Ну, вряд ли в самой Польше он может достигнуть каких-то решающих успехов, особенно в плане экономики и обострения отношений с Украиной. В общем, там ситуация, по-моему, тупиковая. И можно искать какие-то достижения вовне Польши. Какие-то достижения. Я думаю, что постараются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Вот, учитывая приближающуюся электоральную кампанию в нашей стране в марте, думаю, что активизируются все те, кто затаился на территории Беларуси. И одновременно начнется более активная подпитка этих сил из-за рубежа. Возможно, новые враждебные действия в отношении наших перевозчиков, в отношении нашего, так сказать, остатков нашего экспорта на территории Западной Европы и так далее. Вот. И это кнут. И есть такая информация, что поляки предлагают и пряник. По всяким источникам открытым, закрытым в СМИ приходит информация, что канцелярия Дуды просит у белорусских властей в качестве жесты доброй воли освободить ряд оппозиционеров, прежде всего, ну, деятелей Союза поляков и представителей польских СМИ. И, в общем, в ответ они обещают, дальше неужно стачать режим по пропуску транспортных средств, может, даже наоборот, какое-то послабление. И, очевидно, Дуда хочет зачесть эти достижения, так сказать, свою копилку накануне выборов. Поэтому я думаю, что Беларусь – это как раз то логичное направление, где будут активизироваться и старые польские власти, и новые польские власти. Они будут стараться показать себя активными борцами за интересы поляков на территории Беларуси. Это раз. И второе – будут показывать, что они являются защитниками независимости Польши от агрессии Беларуси и России. Поэтому учения, которые мы скоро можем ожидать в феврале, очевидно, будут тоже в этом плане играть какую-то роль. Да, вы отметили это. Я думаю, трудно ожидать улучшения отношений между этими странами. Прежде всего, вследствие экономической ситуации в самой Польше. Все дело в том, что накануне президентской кампании право и справедливость будет бороться за своего избирателя. А это прежде всего жители консервативной сельской местности, которые придерживаются, так скажем, традиционных для Польши ценностей. И поэтому, защищая их экономические интересы, право и справедливость, используя оставшиеся полномочия, которые есть у президента, будет стараться не допустить действий, которые нанесут ущерб польским аграриям. Это, конечно, ввоз дешевых сельскохозяйственных продуктов на территорию Украины и в то же время не допустить ущерба мощному профсоюзу транспортников, которые сейчас находятся в ущемленном положении, так как украинским перевозчикам карт-бланш выдан. Они освобождены от всяких ограничений на продвижение по территории Евросоюза. А польские таких привилегий не имеют. Отсюда экономика все-таки прежде всего и свой карман ближе. Я думаю, что и Туск, в связи с тем, что выборы президента еще не состояли, не будет особенно бороться за снятие вот этих транспортных ограничений на Украину. Он понимает, что авторитет ему тоже нужен. Компания еще не выиграна, и бои только предстоят. И если все-таки переместиться немного в сторону от Польши, в Прибалтику, то буквально совсем недавно Зеленский прибыл в Вильнюс, где, ну как ожидается, во всяком случае, он встретится с туседой и обсудит с ним вопросы, среди которых в том числе вот этот извечный для Киева вопрос о вступлении Украины в НАТО. И хотелось бы узнать ваше мнение, почему в качестве страны для визита была выбрана именно Литва, и чего ждать по итогам вот этой вот встречи? Я думаю, это единственное направление, где украинского президента примут с распростертыми руками. Надо сказать, что и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики, страны Балтии превращаются в захолустье Европы. И учитывая, что они потеряли свой транзит российских товаров, белорусских товаров, и скоро и третьи страны не будут через них поставлять какую-то свою продукцию, очевидно, что экономическое положение будет падать, ухудшаться, и жизнь в этих странах будет зависеть от дотации Европейского союза, чего Европейский союз отнюдь не хочет. И, в общем, на любых нахлебников и дармоедов, ну, сейчас, когда самим сказать в Европе краюхи хлеба не хватает, ну, будут смотреть с ненавием. Поэтому любые действия, которые способны привлечь к себе внимание, страны Балтии будут предпринимать, дабы поднять свою политическую значимость. Все-таки они, конечно, хоть и маленькие, хоть и вымирающие, но это голос. Каждая страна один голос. И, конечно, может так случиться, что эти голоса какую-то определенную роль сыграют. И Зеленский, которому тоже надо демонстрировать, что он неизолирован, что его по-прежнему любят, помогают и готовы его спонсировать, ему тоже необходима какая-то движуха, движение, перемещение в пространстве. Поэтому он очень непонятные часто визиты принимает, приглашения. И я думаю, что именно в этом плане, для того, чтобы поддержание свое политическое реноме, для того, чтобы окончательно не потерять свое влияние среди политического класса Украины, Зеленский совершает вояжи страны Балтии. Это союз бедных и нищих, я бы так сказал. Ну да, и вот эта движуха, о которой вы сказали, вам не кажется, что эта движуха немного не в ту сторону? То есть сначала Канада, США, Франция, Германия, где он там только не бывал, и потом вдруг Литва? Ну, я думаю, что просто на карте больше не осталось места, куда он может свободно приезжать, не ожидая каких-то неприятностей, протестов со стороны населения, каких-то контрмаршей со стороны членов парламента, ведущих политиков и так далее. Практически во всех названных вами странах существуют серьезные группы политиков, которые разочаровались в курсе своих государств и больше не желают материально поддерживать Зеленского, объясняя свою позицию тем, что не только деньги нужные своим государствам там сжигаются, не только гибнут люди, что подрывает авторитет этих стран среди мирового общественного мнения, но и, собственно, эти страны потеряли всякую надежду получить что-то от Украины. Там вложены деньги, а прибыли нет. И очевидно, что эти издержки придется списать вместе с Украиной. Поэтому, я думаю, он может ездить только туда, где еще его готовы принимать. Украина, она действительно, ну и давно об этом говорят, похожа на черную дыру для денег Запада. Вот те же недавние новости о коррупции в Украинском Министерстве обороны, я уверен, вы о них слышали, когда там, по-моему, несколько миллионов долларов попилили, которые должны были быть потрачены на покупку бронежилетов. А по итогу бронежилеты закупили не того класса, которые были необходимы на фронте. Ну, я бы так сказал, что коррупция на Украине скорее правило, чем исключение. Ничего в области политики, экономики и в любой другой стране делается без коррупционной составляющей. И вся эта беда в том, что если бы были виноваты одни только украинские политики и олигархи, все дело в том, что в этой же команде находятся и ведущие американские политики, как мы можем видеть, и вплоть до сына президента Байдена, и, возможно, и самого Байдена. Не исключаю, что и более мелкие, так сказать, рыбешки из этой стаи, они тоже разжевались какими-то своими кусочками от этого пирога колоссальных денег, которые поставлялись из США в Украину. Поэтому, конечно, и кроме того, очень легкий способ списывать. Ведь на войне громадное количество имущества пропадает, сгорело, взорвалось. Ну, и в этом же льдю можно поставить, равняется, украли. Поэтому легко списывается и пропадает без следа, недаром. Ну, не то, что без следа. Помните, у Хамаса нарушили то вооружение, которое поставляли Украине? Так это что оставляет след? Я думаю, что что исчезло без следа в карманах и американских партнеров, оно еще не обнаружится. В Америке такие деньги исчезают бесследно. Как вы считаете, раз уж заговорили про Америку, американские ВПК, деньги, которые у них бесследно исчезают, вот с учетом того, что и на Ближнем Востоке конфликт подзатянулся на самом деле, хватит ли мощи американского ВПК на два направления? Возможно, даже на три, потому что все как-то громче говорят о возможном противостоянии США с Китаем. Ну, здесь проблема глобальная и системная. Все дело в том, что на протяжении последних 30-40 лет Соединенные Штаты готовились совсем к другой войне. Эта война должна была быть дистанционной, сетевой, экспедиционной. То есть, побомбить папуасов, пострелять по ним из хаймарсов, потом выстроить экспедиционную корпус морской пехоты, поймать главного вождя, повесить и, в общем, решить свои задачи. Отсюда и та боевая техника, развитию которой уделялось основное внимание. Кроме того, она имеет еще такое большое преимущество, как дорогая стоимость и длительное время разработки, в течение которого с вас не спросят за результат. И в результате, когда началась война позиционная, которая требует большое количество не только высокоточных боеприпасов, обыкновенных чугунных болванных, снарядов, авиационных бомб, обыкновенных танков, которые в Соединенных Штатах уже не выпускают. Там завод танковый только ремонтирует капитальный, обновляет техники. В общем, они оказались не готовы к ведению такой войны, которая сейчас проходит в Украине. И такие средства ведения войны у них не производятся либо в области, либо в достаточном количестве. И для того, чтобы начать большие количества изготавливать, нужно капитальные вложения, большие инвестиции. Но если вкладывать большие деньги, то надо, чтобы они когда-то отбились, чтобы дали отдачу. А обычно вложения дают через длительный период времени отдачу. Это надо заводы построить, отладить, наладить комплекс и выпустить столько продукции, чтобы она окупила вложенные деньги. Поэтому с неохотой американские военные, так сказать, компании возобновляют выпуск продукции, которая, в общем, характерна была для Второй, а то и для Первой мировой войны. Это артиллерийские снаряды, это танки, бронетанковая техника и так далее. То требует, значит, больших инвестиций, но прибыли большого ожидать не стоит. Потому что каждая единица этой продукции так дорого не стоит, как, допустим, те же ракеты для Хайбарсов, те же истребители М-35 и так далее. Поэтому это системная проблема Соединенных Штатов, скажем так, всей Европы. Ну, о каком конфликте с Китаем в таком случае может идти речь? Я думаю, что если бы Соединенные Штаты были уверены в результатах такого конфликта, были уверены в собственных силах, то они, конечно, как мне представляется, давно спровоцировали бы такой конфликт. Потому что каждый год военный потенциал Китая только усиливается. У Китая появляется все больше кораблей. Китай становится самым крупным владельцем военно-морского флота по числу тоннажа. У него появляются авианосцы, палубные самолеты, гиперзвуковые ракеты и так далее. И чем дальше, как говорится, влез, тем больше, чем страшнее партизаны. И, в общем, Соединенные Штаты понимают это, но у них просто нет выхода. У них нет должных пузырей, которые они могли бы противопоставить Китаю. Особенно, когда они теперь влезли в Украину и на Ближнем Востоке погрязли. Во многом ситуация патовая. И, в общем, я думаю, этим объясняются попытки нынешней власти в Соединенных Штатах каким-то образом уговорить у Байюка Синьцзиньпина все-таки основные стрелки перевести на экономическую составляющую. И попытками, санкциями экономического давления вынудить Китай уступить в вопросе Тайвана. Потому что все-таки многие трезвые эксперты говорят, что Соединенные Штаты не выиграют войну за Тайвань. Ключевое слово здесь, наверное, о нынешней власти. Потому что этот год не зря называют годом выборов. Если не ошибаюсь, то те или иные электоральные кампании, они пройдут, по-моему, в 70 странах мира. Такого в истории, в принципе, еще не было, насколько я понимаю. И в том числе в США. И вот эта нынешняя власть, она вполне может стать предыдущей или бывшей властью. И как вы считаете, есть ли шансы у того же Трампа, которого, несмотря на все давление, по-прежнему называют одним из главных кандидатов на этот пост, есть ли у него шансы прийти к власти в США? Шансы есть. Шансы большие. Но мы знаем, что в США существует специфический сход с выведением предвыборной кампании. Достаточно вспомнить, как говорится, Джона Кеннеди. Когда, в общем, политические методы могут приобрести методы смертельные. То есть могут просто нежелательного кандидата устранить. И, в общем, я думаю, что вот это вот глубинное правительство, которое стоит за Байденом, конечно же, не он управляет ситуацией. Он уже плохо ориентировался в пространстве, плохо читает, плохо соображает. И думаю, что люди, которые за ним стоят, могут пойти на самые крайние меры для того, чтобы убрать наиболее вероятного кандидата. И тогда уже ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию, вплоть до, как многие говорят, до гражданской войны. Поэтому, как говорится, все впереди. Но то, что Байден в нынешней своей форме в открытую предвыборную кампанию, значит, вот эти дискуссии не сможет выиграть, это понятно. Значит, вот это вот глубинное государство будет искать другие методы. Мы уже видим часть из них. Это попытка в судебном плане не допустить Трампа до участия в праймере, а затем и в выборах. Но тут, конечно, у него свой козырь есть. Он назначал членов Верховного Суда Соединенных Штатов, Федерального Суда во время своей каденции. Поэтому, как представляется многим экспертам, они обязаны ему чем-то и могут принять решение в его пользу. Ну, тогда, очевидно, ставки будут подниматься и пойдут более весомые аргументы в ход. И я не исключаю, что к моменту выборов кандидаты будут совсем другие. И не Байден, которому может случиться все, и не Трамп, которому могут что-то помочь случиться. Поэтому, в общем, ситуация достаточно непростая, запутанная. И, как представляется, мы увидим кризис политической системы Соединенных Штатов, которая после 200 с чем-то лет исправной работы начала давать сбои. И очень вероятно, что может вообще потерпеть катастрофу. Действительно, вы не первый аналитик, который говорит о том, что в гонке могут не участвовать ни Трамп, ни Байден. Но и в Европе тоже скоро, в относительно скором будущем, может быть интересное назначение, если глава Евросовета Шарль Мишель уйдет в отставку. Одним из претендентов на его пост называют Виктора Орбана. А у него, по крайней мере, по части европейской политики, взгляды очень сильно отличаются от взглядов тех же немецких политиков, французских и так далее. И как вы считаете, что в таком случае ждет Европу, если Орбан все-таки действительно займет этот пост? Это достаточно гипотетическая возможность, но вероятность существует. Тогда, как мне представляется, работа всех европейских институтов будет парализована саботажем тех стран, которые не согласны с избранием Орбана. То есть будет парализована работа всех органов Евросоюза, как мне думается. Потому что консенсуса необходимого для принятия решения в Евросоюзе больше не будет. И страны, разрываемые своими частными интересами, и, в общем, можно даже предсказывать распад Евросоюза в более отдаленной перспективе, потому что все меньше скрепов, которые объединяют эти страны, и все больше проблем, которые их разъединяют. Ну и самое главное, это прежде всего шкурные интересы. Каждому из этих государств своя рубашка ближе к телу. И понятно, что ослабление позиций Соединенных Штатов заставит многие страны, прежде всего Восточная и Центральная Европы, и Балканский, свой интерес направить на Восток. Все-таки набирающиеся силы Россия может предъявить очень серьезные аргументы и в плане военном, и в плане политическом, и в плане экономическом. Ну а мы знаем, что страны, которых так принято назвать сателлитами, они всегда, ну есть еще в мире животных, рыбы прилипаны. Они всегда ищут крупную рыбу, акулу, к которой можно прилипнуть. Их позиция может быть и непостоянной. И все зависит от того, как завершится специальная военная операция. Если Российская Федерация выйдет, набравшую колоссальную силу, то тогда многие страны, которые разочаруются в Евросоюзе, а прежде всего разочаруются в малом объеме помощи от Евросоюза этих дотаций, то они могут очень сильно скорректировать свою позицию. И, ну так сказать, учитывая, что Россия является энергетическим донором, могут обратить свой взгляд на Российскую Федерацию. Вот, кстати, да, о специальной военной операции. После вот этой вот террористической атаки ВСУ на Белгород, которая случилась незадолго до Нового года, Россия, как мне кажется, нанесла какое-то колоссальное количество ударов по различным объектам в Украине. Там и беспилотниками, и ракетами. И, ну, даже в том же Киеве говорили о том, что такого количества ударов российская армия еще не наносила. А как долго украинское ПВО сможет справляться с такими атаками? Вот как у военного аналитика, хотелось бы спросить у вас в данном случае. Ну, мы можем сказать так, что ПВО уже не справляется. ПВО уже не справляется. И, в общем, это стало очевидно в свете измененной тактики Российской Федерации. Российская Федерация стала применять комбинированные атаки разными средствами воздушного нападения. И для отвлекающих маневров они используют герани, они используют, значит, ложные цели, в числе которых могут выступать. И даже стратегические ракеты К-55 устаревшие, как болванки, могут отвлекать на себя внимание ПВО. А в качестве реальных средств поражения использовать и киржалы, и эскандеры, и ракеты, которые раньше были противокорабельными, Х-22 и Х-35, которые обладают колоссальной разрушительной мощностью. Их боеголовки предназначить для авианосцев. Каждый весит по тоне весом. И практически скорость, с которой они атакуют, и высота, с которой они наносят удары, она полностью недоступна средствам ПВО Украины. Поэтому я думаю, что защищать уже свои объекты военной инфраструктуры Украина не в состоянии. И сейчас мы видим большое количество заводов, конструкторских бюро, складов, терминалов, которые поражены после последних атак Российской Федерации. А учитывая, что ручеек помощи военной Соединенных Штатов то ли приостановился, то ли совсем иссяк, то, конечно, результат этих ударов очень сильно подрывает военный потенциал Украины. И даже если потом ручеек этот возобновится и достигнет определенного, так сказать, потока, все равно тот ущерб, который сейчас Украина несет, он не может быть восползан. Украина теряет остатки производственных мощностей по выпуску беспилотников, по выпуску танков и ремонту танков и так далее. Ну, крылатых ракет Нептун, который ракет-баллистический Гром, который небольшое количество у них, хотя было, но теперь это количество уже не может выпускаться. Поэтому Россия медленно сжимает пальцы на горле Украины. Торопиться не будет. Путин, думаю, до выборов не будет предпринимать активных наступательных действий, но чтобы армия не понесла больших потерь. Поэтому, я думаю, будут дожимать, используя преимущества, огневое преимущество, преимущество в количестве снарядов, в количестве артиллерийских систем, в авиации, в средствах воздушного нападения, в том числе и высокоточек, будут добивать, ослаблять вооруженные силы Украины до такой степени, чтобы будущее российское наступление было некому отражать. Тут, кроме вот этой вот тактики российской армии, о которой вы сказали, по части нанесения ударов, наверное, вопрос еще в том, что и ракеты для ПВО Украины ведь тоже не бесконечные. И там, насколько я понимаю, тоже начинают говорить о снарядном голоде в той или иной степени. Значит, применение Российской Федерации большого количества беспилотников и большого количества ложных целей привело к тому, что сверхнормативно образовался расход расход боеприпасов. И, допустим, если Герань стоит десятки тысяч долларов, то ракеты, которые применяются против них, стоят сотни тысяч долларов, а некоторые особо продвинутые миллионы. Поэтому, конечно, явно дефицит ракет противовоздушных комплексов. А советское наследство уже практически себя исчерпало, потому что гарантийные сроки этих ракет давно закончились. Ну, например, С-300 ракеты имеют десятилетний гарантированный срок хранения контейнера. И, по-хорошему, их нужно каждые 10 лет скрывать, делать ревизию и продлевать срок эксплуатации. Но бесконечного делать нельзя, потому что твердотопленные двигатели это химические вещества, которые с течением времени теряют свою эффективность. И эти ракеты, вместо того, чтобы поражать средства воздушного нападения, падают на дома, на жилые постройки и так далее. И таких случаев все больше. Поэтому, конечно, первое, что просит Украина, это ракеты к западным противовоздушным комплексам но оказалось, что эффективность этих комплексов преувеличена в рекламных кампаниях, на различного рода выставках и так далее. Оказалось, что современным средствам воздушного нападения они не в полной мере могут противостоять. Особенно, если применяются так. Вы знаете, Александр Борисович, она не то, что преувеличена, она, по-моему, продолжает преувеличиваться. И не так давно читал заявление какого-то чиновника из украинского Минобороны, который заявил, что с момента начала СВО ПВО в Украине уничтожило, если я не ошибаюсь, ну, больше, боюсь ошибиться, конечно, но, по-моему, больше 30 кинжалов. Что, по-моему, абсурдно звучит. Ну, это просто буйная фантазия в плане того, что налетало 90, а мы 97 сбили, а еще 3 поразили объекты на территории Украины. Поэтому это все, конечно, информационная война, это пропаганда, это расчет на обывателя, который нуждается в хорошей информации, потому что вести только плохие, и цепляются за последнюю надежду им сказать, что беспомощь на украинской ПВО перед большинством средств воздушного нападения это катастрофа. Это катастрофа, прежде всего, в глазах граждан Украины, которые и так понемножку теряют и помножку веру в свое руководство и военное, и политическое, и тут еще вот такой сюрприз. Оказывается, что их нечем защитить от атакс воздуха. Вспомните, как украинцев, которые снимали результаты российских ударов, потом отлавливало СБУ и заставляло извиняться за камеру, что они разглашают какую-то секретную информацию, например. Было же такое. Все дело в том, что сейчас можно приравнять информационные атаки к самым могучим высокоточным оружием. Это и есть высокоточное оружие, потому что оно, это оружие действует на мозги владельцев летального оружия, на ту же самую украинскую армию, на тех же самых украинских граждан, которые завтра пойдут в армию. Понятно, что боевая способность этих людей, их уверенность в победе подрывается. Если они видят на своих телефонов, принимая информацию своих близких из своих домов, так сказать, из своих городов, где они жили, что российская авиация и российские ракеты совершенно беспрепятственно уничтожают военные объекты в этих городах, то понятно, что их боевая способность опускается ниже плинтуса. Непонятно, как они дальше будут воевать. Конечно, власть для удержания своих позиций будет бороться более жестко с этими владельцами этих телефонов, чем с российскими премиуми шпионами. Потому что вред в информационном пространстве от этих снимков, от этих видео гораздо больше. Абсолютно. И раз уж заговорили про украинских обывателей, в конце прошлого года проскакивала новость о том, что, если не ошибаюсь, генштаб запросил у Зеленского мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев. И мне хотелось бы узнать ваше мнение или предположение, а для чего, для какого рода боевых действий необходимо вот такое вот количество призывников? Думаю, что прежде всего для того, чтобы продлить агонию. Я думаю, что в штабе Зеленский думал, нам бы только день простоять до ночи продержаться. Все-таки очевидно, что они полагают, что Соединенные Штаты, прежде всего Байден, который привязан к Украине своей предвыборной кампанией, ему электорат не простит, если он потеряет Украину. И поэтому Зеленский рассчитывает, что все-таки денежки пойдут и оружие пойдет и продержаться для этого момента. И в общем они надеются очевидно все-таки, что Запад поможет им и живой силой. Рассчитывают, что возможно не только добровольцы, но и регулярные армии стран НАТО будут помогать ему. Иначе бы он не старался их травить своими провокациями в прямой военный контакт с вооруженными силами Российской Федерации. Но эти напрасные надежды все-таки в Европе думаю живут не дураки и связываться с могущественной армией мира, которая приобрела колоссальный военный опыт и раскрутила свой военно-промышленный комплекс, не хочет ни одно государство мира, включая и Соединенные Штаты. Но дабы свое политическое правление продлить, Зеленский готов пожертвовать остатками украинского народа и будет действительно драться, если ему позволят. те же люди, те же украинцы, та же армия бросать в толк войны последних дееспособных украинцев. Вот с учетом всего вышесказанного вы такую точку зрения выразили, что Путин до выборов наверняка не будет предпринимать какое-то крупное полномасштабное наступление. Но я думаю очевидно, что это наступление оно в любом случае рано или поздно будет. А какие это могут быть направления с учетом того, как сейчас развиваются боевые действия? Я думаю, что прежде всего будет это Донецко-Луганское направление. Там для того, чтобы исключить обстрелы тех территорий, которые Российская Федерация включила в свой состав со стороны Украины и отодвинуть подальше от российской границы. И Белгород, и, может быть, и Курск под угрозой находится, не говоря даже о Донецке и тех городах, которые находятся на новых территориях. Есть угроза, что немцы все-таки передадут ракеты Тавру с дальностью до 500 километров. Я думаю, что Российская Федерация предприняет наступление с тем, чтобы всю территорию левобережную Украину взять под свой контроль. Плюс значит это Причерноморье и постараться выйти на прямой контакт с непризнанной Приднестровской Республикой. Во всяком случае, многие эксперты именно так рисуют грядущую ситуацию. Думаю, что всю территорию Украины вряд ли Российская Федерация будет стараться поставить под свой контроль, потому что западные территории Украины все же там население не лояльно к Российской Федерации. Очевидно, что будут те территории брать под контроль, на которых проживает русскоязычное население и то население, которое лояльно либо нейтрально относится к Российской Федерации для того, чтобы не вести еще партизанскую против контрпартизанскую войну и контртеррористическую, потому что такая угроза все же существует. Поэтому, вот как мне представляется, задача вооруженных сил Российской Федерации будет такая. Значит, выйти на левый берег Днепра на всем протяжении. Можем ли мы в таком случае предполагать, что одним из первых относительно крупных населенных пунктов, которые освободит российская армия, может быть Авдеевка? Учитывая то, что Маринку недавно освободили, возможно, дальше Авдеевка, как вы считаете? Это просто жизненная необходимость для Донецка. Это все-таки город численностью, ну, в довоенное время он был больше миллиона, и он протяженный по площади, там находится масса производственных предприятий, масса учреждений, в том числе и социальной направленности, поэтому, конечно, защитить этот город, исключить его обстрелы, это в первую очередь, а Авдеевка, в общем, именно тот ключ, овладев которым можно навсегда исключить обстрелы Донецка. Что ж, Александр Борисович, спасибо вам большое за эту беседу, и за, как всегда, развернутые и интересные ответы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»